Привет всем, друзья! Вы на канале Джона Скиев, меня зовут Андрей. И сегодня поговорим о том, как загнать нерастаможенные автомобили с Польши в 2020 году. Были у меня видео как бы и в 18-м, и в 19-м, и люди пишут, просят о том, что дал, так сказать, актуальную информацию на сегодняшний день. По традиции, значит, начнем как бы на примере с Польши, потом, там, добавлю, может, чуть-чуть по Литве, и в самом конце еще, может, там, добавлю чуть-чуть по именно, ну, по растаможке, да, то есть сегодня видео как бы больше о нерастаможенных автомобилях, ну, как бы по растаможке в любом случае тоже в этом видео будет информация. Итак, друзья, значит, вы хотите пригнать машину с Польши, там, я не знаю, кто по каким, кто по каким причинам, то есть кто-то хочет, там, пригнать просто потому, что нет денег растамаживать машину, кто-то хочет пригнать под новый закон, успеть, так сказать, кому-то надо под донора на запчасти, то есть у всех цели разные. Польские сайты для поиска автомобилей, это olx.pl и automoto.pl, то есть два основных сайта, еще есть там allegro.pl, ну, то такое. Основные, как бы, olx и automoto.pl. Вот, заходите на сайты, выставляете там определенные фильтры, то есть то, что вас интересует, выбираете автомобиль предварительно, прицениваетесь, то есть там цены в злотых, на automoto вроде можно поставить в евро, ну, даже если в злотых это не проблема, то есть злотые перевести в валюту, там, плюс-минус, понятно, курс может меняться, но, грубо говоря, там, в доллары это поделить на 3,9, евро поделить на 4,3, в ривны это умножить на 6. Вот. Описание, то есть это все, как бы, тоже можно в переводчике перевести, если вы так не понимаете, переводчик вам помочь, то есть Google переводчик, тоже, как бы, можно все понять. В общем, посмотрели машину, выбрали, там, звонить, я не знаю, можно с Украины, можно, как бы, ехать туда, я когда ездил в Польшу, то, в принципе, приезжал по факту, звонил. Вот, приезжайте, звоните, как бы, договариваетесь, смотрите машину. Дальше. И там есть разные варианты, то есть есть машины на польских номерах, как могут быть машины на иностранных номерах. Вот, не знаю, я когда ездил, то я, в принципе, старался покупать, там, в основном, только на польских номерах, хотя, в принципе, можно, наверное, и те, и те. Вот. Ну, сейчас просто я расскажу, как бы, о вариантах заезда, так сказать, да. У кого-то машина уже куплена, то есть кто-то уже, как бы, в Польше живет, работает, там, я не знаю, купил машину, ездит и хочет ее загнать в Украину. Ребята, смотрите, на сегодняшний день из Польши существует, в принципе, два основных варианта заезда на нерастаможенном автомобиле. Только что позвонил подписчик, оказалось, что есть еще третий вариант. Ну, вы будете с него смеяться, но, как бы, нашего брата в Польше много, поэтому надо об этом говорить и рассказывать. Варианты, в принципе, все одинаковые, то есть это все варианты на временный ввоз. Уже транзита нету такого варианта, то есть, да, который был там еще в старых видео, люди до сих пор спрашивают по транзиту. Транзита уже нету давным-давно, то есть есть временный ввоз, есть консульский учет и есть растаможка. Консульский учет это только для тех, кто живет в Польше постоянно, то есть у кого есть печать. Если вы, допустим, там, турист, так сказать, да, то есть по биометрии приехали, у вас никакого консульского учета быть не может, соответственно, вы можете загнать машину только либо на временный ввоз под растаможку, ой, без растаможки, на год машина загоняется на нерезидента, на верблюда так называемого. Или сразу подрастаможку, то есть под растаможку это имеется в виду, что вы сразу растамаживаете, то есть нету такого, что вы заехали, подумали, потом как бы растаможили, что вы заплатите в любом случае за верблюда. Варианты какие, друзья, значит, первый вариант, который дешевле, это вариант заезжать через Приднестровье, то есть через Молдову, через Приднестровье, через Одессу, как бы говорю уже, уточняю все моменты, чтобы вы знали, потому что говоришь через Молдову, там, люди не понимают, что это Приднестровье, ну, то есть это чуть-чуть разные вещи, кому-то это принципиально, кому-то не принципиально. Если заезжать, допустим, через Приднестровье, то, к примеру, тогда лучше, в принципе, покупать машину на польских номерах. Что вам надо будет, какие документы? Вам надо будет первое, значит, обязательно, если вы покупаете, то пока еще машина на старом хозяине, то попросите его, чтобы он сделал зеленую карту, потому что она вам пригодится, то есть, да, пишется купча, обязательно должен быть техосмотр на автомобиль и обязательно должна быть доверенность на ваше имя, для того, чтобы вас пустили в Молдавию. Уже там потом на верблюда, то уже как бы наши проблемы, там вас встретили, то уже такое, ну, вам туда надо еще доехать. И вот я рассказываю о том, какие должны быть документы, чтобы вы могли туда доехать. Если, допустим, там техосмотр, ну, это не проблема, почти все машины, которые на польской регистрации, техосмотр у них есть, страховка есть, единственное, надо попросить хозяина, чтобы он сделал зеленую карту, то есть, это тоже, как бы, можно решить, да. И третье, это доверенность, то есть, вот с доверенностью у многих возникают там проблемы, так сказать, потому что поляки очень неохотно, как бы, идут на решение данного вопроса. В этом случае, то есть, если будут там вопросы, так сказать, то вы можете позвонить по номерам, которые будут указаны в описании, то есть, связаться со мной, и с этим вопросом можно помочь, так сказать. Вот, это то, что касается по Приднестровью. Теперь, друзья, второй вариант, если заезжать напрямую с Польши, то есть, заезжать там, грубо говоря, через Львов, сразу вы машину купили. В этом случае, в принципе, можно покупать машину и на иностранных номерах в Польше, но, опять-таки, потому что машина, вероятнее всего, что будет переоформляться на поляка, соответственно, в принципе, можно, наверное, можно будет там и на иностранных, и на польских, без разницы. Ну, опять-таки, я всегда брал, старался брать машины на польских номерах. Вот, сразу хочу сказать, что цена вопроса, друзья, по заездам Приднестровья и Польша, то есть, Львов, да, грубо говоря, в два раза, в буквальном смысле, в два раза отличается, то есть, на Приднестровье в два раза дешевле, но там, понятно, что будут у вас расходы еще, допустим, на доверенность, на топливо, там, доехать, да. На Львове заезд в два раза дороже, и там тоже есть свои нюансы, на самом деле, то есть, там тоже, как бы, бывает такое, что машина не сразу заезжает, бывает такое, что приехал, сразу заехал, бывает, что нет, надо там ждать, то есть, выставлять машину на парковке, за парковку, как бы, еще может что-то накапать, то есть, это может затянуться там на неделю, то есть, такое тоже бывает, как бы. Вот это варианты, значит, если заезжать через Львов. И, друзья, третий вариант, который я улыбался Только что человек тоже позвонил Мы с ним пообщались, как бы проконсультировались Он проконсультировался И решил для себя Потому что, ну, на самом деле, друзья Это видео как бы о Польше, но в целом Если честно, то Без растаможки намного удобнее Заезжать именно с Литвы Во-первых, почему? Потому что цена будет такая же, как на Приднестровье То есть та же самая Минимальная цена, которая в два раза дешевле Чем заезжать с Польши напрямую И, во-вторых, расстояние Тоже намного меньше, потому что Через Приднестровье там можете посмотреть Как бы какой крюк вы даете Через Одессу, ну, кому в Одессу, может и нормально Если, допустим, машина с Литвы выезжает То Там через Беларусь, то есть километраж По сути такой же Как если ехать через Польшу напрямую Допустим, там с Вильнюса до Киева Ну, я не знаю, может там тысяча километров Наверное, даже меньше на самом деле Там километра восемьсот Вот, поэтому Самый, как бы, лучший вариант Я всем его рекомендую Там, ну, и сам, как бы Езжу на Литву тоже, да, постоянно Организовываю евро-туры О евро-турах сейчас тоже, в принципе Скажем Сейчас информация для тех Кто хочет, так сказать, самостоятельно поехать Там без никакой помощи То есть, все сам купит, проверит, да То есть, просто надо помочь, так сказать С заездом, с документами Поэтому, вот, у меня сейчас даже есть клиент Который поедет за машиной в Польшу Потому что в Литве, как бы, ну, нету таких, да То есть, еще тоже надо мониторить сайты Смотреть, где какие машины Литовские сайты, кстати Все будет в описании В комментарии Значит, это Автоплиус.lt Автогидас.lt То есть, два основных тоже литовских сайта Вот они посмотрели, на литовских сайтах машины такой нету На польских есть Я им рассказал, как бы, обо всех нюансах То есть, да, там можно заехать через Приднестровье Можно через Львов Можно через Литву Через Беларусь Ребята, вот, пообщались И, в принципе, сделали вывод Что, на самом деле, им даже через Литву, походу, будет проще Поехать, да Через Беларусь То есть, приехать в Литву Оформиться на фирму И спокойненько себе через Беларусь Маленький километраж Заехать по нормальной, выгодной цене Ну, тут уже смотрите сами То есть, я рассказываю, что есть такой вариант Есть такой, есть такой Вы уже сами решаете Поэтому, лично я Поэтому, как бы, езжу в Литву То есть, и туры там организовываю постоянно в Литву Потому что, в принципе, оттуда, как бы, удобнее И все вот это осуществляет Кому без растаможки Кому с растаможкой И все остальное Но я понимаю, что в Польше тоже много людей Плюс, там, я же говорю, что есть машины, которых в Литве нету Поэтому, как бы, рассказываю на примере Польши А вы уже смотрите сами Это то, что касается, значит, тех, кто хочет поехать самостоятельно Кто, допустим, сомневается, так сказать, в своих силах Там, никогда не был за границей и все остальное Там, надо какая-то помощь То есть, по организации там всего этого процесса То есть, помочь выбрать машину Там, плюс, ну, все остальное Там, зарегистрировать и так далее Организовываются постоянно евротуры Цена евротура 250 евро То есть, ну, не такая уж большая цена За такую комплексную услугу По турам, друзья, значит Ближайшие поездки у меня запланированы Именно в Литву Это будет 24 января И потом следующий будет 17 февраля Я билет тоже купил Поэтому вот эти даты 24.01 и 17.02 Уже можете смотреть Приобретать билеты наперед Чем раньше покупаете, тем дешевле У меня даже есть, опять-таки Сейчас есть тоже клиент с Польши Который тоже звонил Он там где-то, ну, в районе Варшавы находится Говорит, как быть, то есть, как лучше Приехать к тебе в Вильнюс И там что-то найти, да Либо поискать в Польше То есть, ну, не знаю Пообщались, опять-таки Тут спорный тоже вопрос Потому что и там, и там есть хорошие автомобили Ну, все-таки решили Человек с Варшавы приедет в Мариамполь Я его уже там встречу И, как бы, будем в Литве искать ему автомобиль Вот, пока вот так вот То есть, пока ближайшие, грубо говоря Там две даты запланированы в Литву В Вильнюс А там будем смотреть Не знаю, то есть, возможно, будут организовываться туры в Польшу Посмотрим, ребята То есть, я же говорю, что И там, и там есть интересные автомобили То есть, и в той же Польше И вообще, интересно тоже там и по Польше Ну, пока ездим в Литву Потому как я же говорю, что Вот эти все оформления То есть, вот это все, как бы, удобнее Ассортимент автомобилей плюс-минус одинаковый Понятно, что Польша, она чуть больше То есть, в целом, в сумме автомобилей больше, да Но, как бы, страна тоже большая То есть, там тоже надо ездить В общем, будет видно Пока что вот так вот Вот, это то, что касается нерастаможенных автомобилей И теперь коротенькая информация То есть, кто хочет все-таки сразу растаможить Потому что, опять-таки, вопрос спорный Да, то есть, будет закон там Не будет этого закона Тоже непонятно У кого, какой бюджет То есть, у кого сколько денег на покупку Это тоже все индивидуально, понимаете То есть, если есть, допустим, деньги Сразу брать машину, растамаживать То я бы, конечно, рекомендовал все-таки Сразу брать и растамаживать Для того, чтобы машину сразу брать, растамаживать То есть, в принципе, там все то же самое Да, покупаете машину Либо в Литве, либо в Польше Либо самостоятельно Либо по Евротуру Машину с учета снимаем Брокеру все документы скидываем Брокер подсчитывает Все, уже оттуда мы должны заплатить растаможку Ну, вы должны Кто себе будет брать Оттуда И пока вы не заплатите Вас в Украину не пустят То есть, это то, что подрастет Потому что, когда машина едет без растаможки Она должна быть там на учете То есть, она оформляется Либо на фирму, либо на поляка Еще куда-то Когда мы едем под растаможку То машина снимается с учета То есть, мы снимаем машину на красные номера Брокер подсчитывает Мы оплачиваем с Европы То есть, да, с Польши, либо Литвы И только потом машина в Украину заехать Может заехать Вот, поэтому Кому там надо под растаможку Тоже У нас сейчас как бы 50 на 50 То есть, в тур еду Там обычно половина людей берет машину без растаможки Да, половина людей берет машину под растаможку То есть, если кто-то хочет самостоятельно Там уже у него куплена машина Либо он сам может справиться Не вопрос Езжайте сами То есть, покупайте машины Звоните В любом случае, вам нужен будет брокер То есть, у меня есть как бы Брокера По разным регионам Ну, в основном То в Киеве, конечно Растамаживаемся Вот С которыми можно нормально посотрудничать И поэтому По этим вопросам тоже можете обращаться Ну, в общем, вот так вот, друзья То есть, цен Не хочу никаких называть Конкретных, кому надо Уже индивидуально Звоните, пишите Как бы Все контакты будут в описании То есть, звоните Спрашивайте, уточняйте Цены Я думаю, одни из лучших в Украине Просто не хочу бы там потом начинают Вот что-то Ну, короче, вы поняли То есть, в личку звоните Спрашивайте Если видео было полезно Понравилось Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал С вами был Андрей Канал Джонос Киев Увидимся На связи, друзья Счастливо Пока всем